Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается того, что автор ссорится со своим молодым человеком. Ну вот её задевают его слова, а его её... Вот у них были ссоры, и в одной из ссоры прозвучали определённые слова. Вот. Который автор вопроса, ну, можно сказать, довольно тяжело воспринял, да? Вот. И сейчас автор вопроса спрашивает нас о том, можно ли забыть эти слова, которые, ну, были вот сказаны, ну, вот в пылу конфликта, да, в пылу ссоры. Вот. Или, значит, он это сказал о злости после моих слов. Ну, смотрите. Значит, значит, как, вот, для меня выглядит эта ситуация вообще. Вообще. Вот. Для меня эта ситуация выглядит фэрисим образом, что вы изначально начали выстраивать свои отношения на... на несколько таких вот, я бы сказал, деструктивных началах, вот, по моему мнению. Изначально у вас были сложности без взаимодействия, потому что вы ссоры. Вот. И потому что вас, по той или иной причине, я задевал его слова. Ну, а его, соответственно, я задевал слова вас. Вот. То есть это сто процентов отношения, в которых, вот, скажем так, ну, есть определенная проблематика. Вот. Да. Очень важно понимать, какая именно проблематика. То есть, ну, вот, что конкретно. Из-за чего конкретно? Возникали ссоры между вами, вот. Вот. И чаще всего это история про такой страх, про страх сближения. Вот. Это чаще всего история про слабые, слабые довольно-таки личные границы. Ну, вот. И соответственно, на мой взгляд, вот, нужно в первую очередь, да, работать именно, вот, с этим. То есть, ну, вот, с вашими личными границами, вот, которые, судя по всему, ну, довольно слабые, да, то есть вы боитесь, боитесь сближения, вот, боитесь близости, совершенно очевидно, но опасаетесь, боитесь. То есть, то есть узор, ну, вот, в данном случае, узор у констиктов, да, у них есть свои основания какие-то. Вот. Вот. Эти основания, ну, требуется исследовать. Вот. Следующее. Вы не можете, на мой взгляд, вот, как-то просто взять и забыть. Слово человека, вот, который, который вам, ну, что-то сказал, вы не можете просто взять и эти слова забыть. Потому что они вас задели, они вас напрягли, напрягли и вызвали у вас, ну, какие-то чувства. Кроме того, что хочется сказать. То, что доверие, если доверие есть, то оно, это самое доверие, не уходит, ну, вот так, вот так. Так вот, из-за, ну, из-за одного чего-то. Понимаете, да? То есть, то есть, то есть вот доверие, если оно, так скажем, присутствует, то оно в первую очередь опирается на, ну, на вас. То есть, то есть, то есть, ну, вы, вы, в этом смысле, да, вы опираетесь на себя. Вот. Вы можете опираться на другого человека. Так. А у вас здесь получается такая история неприятно, что вы тяготиете к, вот, мужчине в этом смысле слова. И, внимание, в основном, большая часть внимания уделяется именно ему, именно, именно мужчине. От него вы, в этом смысле, как бы, зависите. Ну, зависите от его, там, словно говоря, каких-то, ну, желаний, от его каких-то идей. Ну, вот, зависите от его слов, вот, от его настроения, зависите. И так далее. Вот. И это, на мой взгляд, совсем нехорошо. Почему так происходит, потому что вы не привыкли, собственно говоря, опираться на себя. Вот. Ну, вот, просто элементарно не привыкли опираться на себя. Да. Вы. Вот. Вы привыкли, вот, смотреть, вероятно, на человека. Вот. То есть, привыкли, ну, большое внимание как-то уделять ему, вот. Но не себя. И я вижу в этом серьезную проблему. Вот. Вот. Потому что, это делает вас извинен. В летательной степени. И в миссисе. Скрифать. Репт важных проблем. Вот. Например. Вот. Какие могут быть. Проблемы. Да? Давайте. Подумаем. Проблемы могут быть. Следующего характера. Значит. Например. Фраг одиночества. У вас. Выстраивание. Ну. Построение. Считай. Отношения на гендерных началах. Только чисто. Да? Да. То есть. Вот. Ну. Когда. Вот. Вы. Ул. 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 На основаниях, где взаимодействуют в первую очередь мужчина и женщина, а не люди. То есть люди, вот в данном случае, человеческий аспект, значит, личностный аспект, да, он здесь, ну, как бы вот, на второй план отходит, к сожалению, большим. Вот. И это все делает вас, вот, конечно, ну, такой, такой вот, я бы сказал, ну, достаточно удивительный, повторюсь, подчеркиваю, этот момент. Вот. Поэтому вот это все, это все нужно корректировать. То есть вам нужно решать свои проблемы, вот, психологические свои проблемы вам нужно решать. Вот. Ага, и когда вы это сделаете, вот, когда это будет сделано вам, ну, на мой взгляд, вам будет легче, вам будет... Существенно проще устраивать свои отношения с мужчинами. Еще хочется обратить ваше внимание на то, что вы в этом смысле начали свое взаимодействие, значит, с мужчинами. Ну, скажем так, дистанционно. То есть вы начали взаимодействовать с человеком на расстоянии. На мой взгляд это не случайно. Конечно, однозначно сложно сказать, чем это в данном случае обывольно, но чаще всего это также связано со страхом. В близости и с проблематикой, скажем так, личных границ. Ну и проблем с эмоциональными. Кроме того, отношения на расстоянии чреваты чем? Они чреваты тем, что партнер идеализируется. Партнеры идеализируются, не замечаются какие-то базовые его черты, характеристики и так далее. И в результате вот, значит, ну, появляются, так скажем, появляются вот, собственно, такие трудности, о которых вы, соответственно, и, соответственно, говорить по сути. Поэтому вот в данном случае, на мой взгляд, работать нужно именно вот в этих направлениях. Для того, чтобы решить эти проблемы. Ни в коем случае речь не может идти о том, ну вот, по моему мнению, чтобы, ну, что-то вам говорить. По этим вопросам. На мой взгляд, это неприемлемо совершенно. Вот, пожалуй, как-то так, таким образом я бы мог вам ответить. Сейчас, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Конечно, жаль, очень жаль, что у вас такая ситуация произошла. 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 Вот. Ну, из нее нужно выходить, поэтому, на мой взгляд, вы из нее выйти не сможете. Таким образом, каким сейчас по сути предлагаете. Предлагаете, вы выходите в этой ситуации. Вы предлагаете выходить посредством, ну, каких-то вот выяснений. То есть, а правда ли то, что ты говорил. Вот. А то ли ты на самом деле думал, что говорил. Да? Вот. И так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на свою работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.